Действительно, тенденция такова, что человечество в целом становится больше и тяжелее. Притом, больше и тяжелее оно становится уже достаточно давно. И проблема состоит не только в эстетической стороне дела, не только в том, что приходится покупать одежду больше. Отнюдь. Проблема состоит в том, что избыточная масса тела иногда влечет за собой целый ряд серьезных патологических изменений, связанных с резистентностью, нечувствительностью к инсулину, связанных с развитием сердечно-сосудистой патологии, связанных с заболеваниями суставов и так далее. Ведь поэтому для нас мы говорим о том, что избыточная масса тела – это плохо. Но я неоднократно писала в своих статьях и публикациях рассказывала, что стигматизация по тому, что человек чуть полнее, чем он должен быть, – это тоже не совсем правильно. Потому что не всегда избыточная масса тела равняется болезнью. И не всегда стройность равняется здоровью. Здоровье. Поэтому, к счастью, современная медицина уже прекратила делить людей на толстых и здоровых. Да, у нас нет такого деления. Избыточная масса тела, она собой представляет, конечно, определенную угрозу. Вот. Но здесь надо подходить более дифференцированно. Есть ли какие-то группы риска, кто может, кто склонен к ожирению, или все-таки их нет, каких-то ограничений, что там люди старшего возраста, вот такого нет или есть? Вы знаете, нельзя сказать, что есть абсолютно четкая генетика того, что человек будет полным. Скорее всего, есть семейные предпосылки, есть традиции питания в семье, есть способы ухода от стресса. Конечно, генетика может играть определенную роль, но действительно это не такой уж большой процент. На самом деле, все проблемы тянутся с нами из наших привычек питания. Да, очень часто, когда мы видим на пляже полную семью, полная мама, полный папа, полный ребенок, это отнюдь не потому, что все они страдают каким-то неизлечимым заболеванием. Это потому, что в их семье принято готовить жирную жареную пищу, принято не совсем правильно питаться. И, конечно же, совершенно очевидно, что для многих наших соотечественников, не только украинцев, но и, соответственно, во всем мире такова тенденция, для многих наших соотечественников эта проблема состоит в том, что неправильно организована пищевая концепция. Если человек хочет одну универсальную рекомендацию, то здесь речь состоит в том, чтобы питание было рациональным. Что такое рациональное питание? Рациональное питание – это в среднем 3-4 приема пищи в день. Питание не должно быть дробным. Не надо повышать количество просмотров содержимого вашего холодильника каждые 10-15 минут. Там ничего не меняется. Таким образом, если мы уменьшаем количество приемов пищи, и уменьшаем их до 3-4 раз в день, если мы уменьшаем количество потребляемой пищи, ведь давайте будем ориентироваться на нашу тарелку. Представьте себе тарелку, и если вы разделите ее напополам, то половина этой тарелки должен быть салат, овощи, сезонные овощи желательно. Вторую половинку еще делим напополам, и получаем обязательно мясо или рыбу, источник белка, обязательно какой-то хороший гарнир, сложные углеводы, каши. Прекрасно, замечательно. Любые каши рекомендую, кроме манной на молоке с сахаром. Все остальные каши – you're welcome. Обязательно используйте правильные жиры. Растительные масла – это правильные жиры. Орехи – это правильные жиры. Кусочек селедочки или красной рыбы, если есть такая финансовая возможность, это правильные жиры. И если в вашем рационе есть трехразовое питание, в каждый прием пищи в нем есть необходимые составляющие. Если размер вашей порции соответствует, например, поделюсь телезрителями, классным правилом называется правило ладони. Если хотите есть мясо, возьмите свою ладошку, и вот ровно вот эта часть, это должен быть кусочек вашего мяса или рыбы, не больше. Если хотите взять кусочек сыра, отсчитайте два своих пальчика, две наружные фаланги. Таким должен быть кусочек вашего сыра. Сложите руку в кулачок и ровно столько положите на тарелку гарнира. Ну, а салата, может быть, достаточно большая порция в ваших двух ладошках поместится в прекрасный салат. И тогда, если количество порций их наполнения, количество приемов пищи в день будет соответствовать вот таким вот несложным правилам, все получится. Таким образом. Продолжение следует...